всем всем доброе время суток пришло время проверить машиночку свою которую мы купили для раскатки теста я все эти дни думала ой когда же я уже что-нибудь на ней раскатаю но как-то не до нее было и почему-то мне пришла в голову мысль думаю наверное надо хворост сделать у меня муж очень любит хворост но я никогда ему не готовила ему мама так и так для теста нужен один стакан муки вот я уже просеяла два яйца лежат 2 столовые ложки водки щепоть соли и потом посыпать надо будет сахарной пудрой сахарная пудра нужно будет сначала надо размешать два яйца с водкой и солью водочку я уже влила можно влечь любой спиртосодержащий напиток теперь делаем вороночку и вот теперь я в эту вороночку буду по чуть-чуть вливать вот эту смесь яично водочную и строго по часовой стрелке он сказал что нельзя тесто туда-сюда надо в одном направлении его закручивать и сделаю крутое тесто ни одной рукой неудобно поэтому я сейчас волью и тесто сделаю потом покажу вам мне надо вымесить крутое тесто и поэтому я подсыпаю еще муку и на столе вымешиваю потому что тот стакан который я туда положила не получается крутое тесто а дело же не принципа дело в том чтобы получить тесто которое надо поэтому я вот этими местами вымешиваю как он сказал очень долго надо вымешивать пока не устанешь в общем я вымешиваю крутое тесто тесто я вымесила она не липнет ни к столу ни к рукам но я очень долго его вымешивала прям но он такой хорошенькая получилось и сейчас я его в пакетик и на полчаса в холодильник и пока тесто отдыхает я приготовлю машинку она же новая мыть ее мочить нельзя это вот для раскатки теста тонкого этого для лапши я буду работать вот с этим я уже обследовала здесь есть такая ручка устанавливающая вот валики сейчас будут скручиваться подходить ближе к друг другу это регулируется вот валики подходят друг другу вот это регулируется толщина теста я протерла ее уже просто тряпкой сверху а для того чтобы очистить валики надо будет пробное тесто его потом надо будет выбросить наверное просто прокрутить чтобы очистить валики и там написано что периодически валики надо смазывать растительным маслом так я уже ее прикрутила и ручку надо ставить здесь вот три дырочки зависимости чем вы будете работать я вот буду работать и значит с этой вот частью значит я сюда ставила ручку и вот валики уже крутится легко и просто я приготовила противень состеленной бумагой для выпечки чтоб тесто сюда выкладывать тарелку двойным бумажным полотенцем чтобы выкладывать после выпечки хворост чтобы жир лишний стек вот сюда как раз пригодились мне мои трехслойные полотенца бумажные потому что руки вытирать им жестковато а вот для того чтобы жир стекал чем больше слой тем лучше и сковородку в которую я налью наверное наполовину масло и в которой буду жарить хворост масло естественно рафинированное и сахарную пудру и хочу дать еще один совет может кому-нибудь пригодится я принимаю кардиомагнил и в пузыречках с кардиомагнила в крышке стоят такие бомбушки это для того чтобы из таблеток впитывалась лишняя влага так вот я их не выбрасываю кладу ну вот в данном случае допустим сахарную пудру потому что она у меня была такая комковая скомковавшиеся и уже не часто использую чтобы и вот я положила и вот в эту бомбушечку впиталась вся влага и вот у меня пудра такая рыхлая можно это сработал таймер надо тесто забирать с холодильника ну можно в крупы допустим вкладывать если зимой крупа покупаешь возможно там влага лишняя в баночку с сыпучими бросить чтоб не выбрасывать ну может у кого-то там бабушка мама принимают так что вот такие штучки можно применять для устранения лишней влаги из чего-нибудь я достала тесто немножко стол припылила мукой и теперь с каждой стороны вот так муку его окунул или как сказать да я забыла сказать что тесто применять после холодильника уже не надо я забыла же надо кусочек теста отрезать чтобы этот очистить валики вот такой кусочек теста я взяла мне не удобно на руку это делать сейчас я поставлю его нет вот на такой кастрюле вы будете стоять так и пробую опа опа интересно это раньше так белье выкручивали кто помнит такие машинки активаторные так теперь вот раскаталось тесто да вот на варенье как раз вот такая толщина пойдет на варенье теперь я зажму сильнее заодно и порепетирую этим же тестом я сейчас переставлю ручку и почищу вот эти как они называются ручка легко вынимается который лапшу режет здесь уже нет машинку надо обратной стороной вот нарезается лапша сейчас еще раз тогда я не буду не раскатывать ничего вот смотрите это вот такой формы лапша но это надо сразу потом в муку наверное чтоб она разъединялась это вот толстая лапша считается здесь нет прижимных на лапшу она идет одной толщины и сейчас я попробую на тонкую опять переставляем в ручку прелесть-прелесть машинка прелесть так вот такая получается тонкая лапшичка смотрите вот ну там надо наверно в муку чтоб она падала она получается вот двухслойная мой так я не разлепишь вот 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 такая лапша получается тоненькая так я почитаю там еще в инструкции вот потому что по одной штучке разделять это очень хлопотно а наверное надо подставлять там может быть тарелку с мукой чтобы она падала в муку и сразу мукой это или перед тем как крутить мукой надо хорошо ее смазать в общем я потом приспособлюсь я пока не планирую лапшу делать мне пока бы с хворостом справиться сейчас я прочищу еще вот эту сторону валики прочищу и сейчас я попробую в муке вот это обсыпать мукой и пропустить чуть-чуть в муке девчонки у кого есть такая машинка Марин, если смотришь то напишите мне я конечно почитаю там инструкции как лапшу делать чтобы и валики чистые оставались и чтобы лапша не склеивалась ну вот я в муке вот так удобнее я в муке тесто сделала видите как оно легко теперь отделяется вот да так я не стала ничего мудрить я порезала просто вот на такие кусочки я беру вот такой маленький кусочек были вот такие большие я их на две части разрезала беру вот такой маленький кусочек на самый тонкий прокручиваю и получается вот такой замечательный листочек листочек я его посреди надсекаю один конец выворачиваю и укладываю и сейчас я со всеми так сделаю и будем жарить здесь оказывается на ручке я рассмотрела 7,8,9 режимов толщины а я почему-то подумала что всего два режима толщины потому что я думала что-то как очень тонко идет тесто конечно на хлорост надо тонкое но не до такой же степени и я ее поставила вот на семерочку было перед этим на всю потому что было совсем уж как паутинка а теперь вот такое хорошее слышно вам песню нежности там уж на всю включу чтобы я слышала буланова поет ну неплохо она хорошо она не поет комфортку я уже включила чтобы нагревалась я в конце уже вообще вот такими маленькими кусочками нарезала чтобы разрезать очень быстро и хорошо все это делается только очень мало получается на одну порцию я потом когда буду делать следующий раз я сделала наверное порции на 3 на 4 чтобы много было хвороста потому что он съедается быстро и хорошо как заправский тартопек надрезала перекрутила да маленькими кусочками удобно получается вот такая небольшая листик такой небольшой получается еще и края получаются у него такие очень красивые волнистые все печка греется и обязательно по окончанию работы надо перевернуть машинку и здесь вот подсохшее тесто ну я вот такой щеточкой буду выметать решила потому что тесто здесь немножко остается ну готовность масла к жарке все знают кусочек теста бросить если оно поджарится значит уже готово и так запускаем наш хворост я пережарю сама одной рукой мне неудобно и вам покажу уже потом результат жарю на самой мощной на самом мощном делении потому что я попробовала сейчас поменьше очень медленно жарится так будет побыстрее зажариваю не до коричневого цвета так до золотистого вот такая красивая тарелочка с хворостом получилась и сейчас я скажу почему я так рада я сама хворост этот честно говоря не люблю но моему мужу в смысле мама моего мужа моя свекровь она всегда делала они называли это хворост но он потолще немножко был и когда она уже немножко состарилась и перестала это делать и мой муж все время хотел этот хворост говорил мама давно не делает хворост мама давно не делает хворост и вот я уже наверное лет как 30 может там 25 такой пунктик у меня поселился в голове сделать мужу хворост и вот у меня этот пунктик закрылся я его наконец-то сделала и буду делать я сейчас пойду его угощать настоящим хворостом но перед этим с вами попрощаюсь пожелаю вам здоровья настроения мира и добра вам и вашим родным, близким и пожалуйста радуйте своих близких пока они рядом с вами любой мелочью любым вниманием просто даже какую-нибудь карамельку или мимоходом по голове погладить это будет так приятно все пока-пока спасибо 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 Продолжение следует...